Приветствую вас. Во-первых, с начала нужно определить вашу субъективную позицию по отношению к этому. Смотрите, два года вы были бесплатно. Что вы делали эти два года? Как вы жили, встречались ли с кем-то? Либо, может быть, ждали мужчину, да? Вот, и так далее. То есть, нужно понять, как вы воспринимаете его возвращение к вам. Это главный момент. Второе. Почему он к вам вернулся? Вообще. Все заставило его вернуться к вам. Ведь его, наверное, его, наверное, ведь что-то подтолкнуло к тому, чтобы к вам вернуться. Соответственно, нужно понять, значит, что именно заставило его вернуться к вам. Какую цель он преследует? Понял ли он какие-либо вещи? Не понял он там чего-либо? И так далее. Если вы видите, например, что человек вернулся для себя, только для себя, и все. То вам, понятное дело, об этом ничего как хорошего не будет. Совершенно. Потому что мужчина, он вернулся для себя, и, соответственно, он в отношениях видит только себя. На вас ему по большому счету плевать. Далее. Если, значит, вот следующий важный момент, следующий важный момент заключается в том, почему вы расстались. Ну, просто вот конкретно, почему вы расстались с ним, и решена ли проблема, как таковая, проблема расставания, решена ли или нет. Потому что если проблема расставания не решена вашего, то я думаю, что вас в будущем, как бы, ожидают то же самое, что и, в общем-то, ну, то же, из-за чего вы расстались. Со своим мужчиной. Просто, опять же, просто потому, что, вот, ничего не поменялось-то вообще. Да? Абсолютно ничего не поменялось в ситуации. Ну, и, наконец, последнее. Вы можете посмотреть на то, как он обосновал, как он оформил свой возврат к вам. То есть, я имею в виду, как он это подал. И насколько его слова даже соответствуют его действиям. Мужчину не надо, нельзя мужчину судить по его словам. Вот. Мужчину нужно судить исключительно по поступкам. Как он себя ведет, что он делает, как он будет опроситься к вам, ну и так далее. Исключительно по поступкам. Мужчину нужно судить. И если что-то вот из этого всего, надо сказать, не соответствует действительности, да, то есть, если где-то есть проблемы. Например, проблема, допустим, в том, что то, из чего вы расстались, не разрешилось, то, соответственно, вас ожидают повторения происходящего. Вот. Если проблема решена, если вы ее обсудили, если вы обсудили проблему и пришли к какому-то выводу, то, естественно, в этом случае можно говорить о том, что что-то будет по-другому. Ну, опять же, понимаете, вы, может быть, обратились приеб-адресе, то есть, у вас вопрос такой, знаете, как будто вот вы предсказания хотите. То есть, вот вы говорите, что можно ожидать от дальнейшего развития отношений. Для того, чтобы понять, чего ожидать, нужно проанализировать ситуацию, нужно обработать данные, нужна информация. Потому что психологи работают с информацией и не гадают. Но на эти вот основные моменты, которые я назвал, вам в любом случае стоит обратить самое пристальное внимание, потому что именно от них зависит ваше будущее. Я бы сказал даже так, что вот если люди расстаются и если проблемы, по которым они расстались, не решены, то, скорее всего, то, скорее всего, эта же проблема, она даст на себе нас, скорее всего. Скорее всего, если проблема, по которой вы расстались, значит, еще актуальна, она всплывет, рано или поздно. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ситуация повторялась, то я рекомендую вам в обязательном порядке поговорить с паном относительно того, того там, понял ли он что-то, пока вы были не вместе или нет. Потому что, если он не понял, например, ничего, или если он остался при своем мнении, или если, допустим, вы видите, что он вроде бы говорит вам, вроде бы он говорит, что поменялся, но в действительности ведет себя так, то, скорее всего, все это приведет к расставанию. Потому что, ну, если вы расстались, значит, что-то же заставило вас расстаться, правильно? Вот. И вряд ли вы будете терпеть снова то, что вам не нравилось тогда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!